Возможности контекстной рекламы. Маркетинг на стероидах. Сегодня мы узнаем, как правильно использовать контекстную рекламу в маркетинге. Если вы не знакомы с этим видом рекламы, просто зайдите в Google и наберите любое слово, например, «сетевой маркетинг» или «бизнес из дома». Вы увидите рекламу, появившуюся в правой части страницы. Каждый раз, когда кто-то нажимает на рекламу, рекламодатель платит деньги. Проще говоря, вы платите деньги поисковику Google, он предоставляет вам потенциальных клиентов. Честная сделка, но есть хитрость. Представьте, что вам надо запустить ракету на Луну. Вы знаете, что отклонение в 1 градус на старте приведет к тому, что ракета промахнется. То же самое и с контекстной рекламой. Если написать неэффективное объявление, вы не привлечете на ваш сайт никого или привлечете абсолютно неподходящих людей, вы потеряете деньги и время, пытаясь привлечь этих людей в ваш бизнес и не достигнете вашей долгосрочной цели, я имею в виду финансовую свободу. И вам придется все начинать заново. Так вот, в этом уроке вы узнаете, как избежать ошибок на самом старте, а именно, как писать объявления, которые привлекают серьезных бизнес-партнеров, а не халявщиков. На самом деле, вы можете проверить любое объявление или вашу презентацию, которое вы даете вашим кандидатам с помощью всего лишь двух слов. И эти слова... Впрочем, давайте обо всем по порядку. Вот как пишется большинство MLM объявлений. «Революция в MLM. Потрясающие возможности. Приди и заработай кучу денег. Вы видите, как такая реклама кричит «Просто присоединяйся, тебе не нужно ничего делать». Неудивительно, что такая реклама привлекает лентяев». Да, возможно, у вас получится привлечь кого-то такой рекламой на ваш сайт. Может быть, они даже присоединятся к вашей команде, но они уйдут из бизнеса, прежде чем вы успеете сказать «Окей, давайте начнем серьезно заниматься делом». Таким образом, смысл и качество вашего объявления – это важный фактор долгосрочного успеха вашего бизнеса. Давайте обсудим это более подробно. Вот три принципа, которые необходимо использовать в рекламе. Прежде всего, старайтесь избегать чересчур крикливых лозунгов. Их столько вокруг, что у людей выработался иммунитет против них. Новая компания, лучшие возможности для бизнеса в интернете. А, ну да, еще одна. Не говорите, что вы зарабатываете миллионы или получаете тысячи посетителей на ваш сайт, если это неправда. Будьте спокойным, доказывайте свои слова, и вы привлечете внимание. И выделитесь из толпы сетевиков. Люди будут вам больше доверять. Второй принцип. Говорите о проблемах и потребностях вашей целевой аудитории. Вы знаете известную историю про дырки и сверла. Тысячи людей покупают сверла, но на самом деле никому из них не нужны сверла. Им нужны дырки в стене. И это очень важно понимать при написании рекламы. Что такое сверло? Это особенности вашего продукта и возможности бизнеса. Посмотрите, наступаете ли вы на грабли, используя что-нибудь такое. Наша компания не имеет долгов. Наш маркетинг-план предусматривает на 5% выплат больше на уровне 6. В нашем продукте такое-то количество витамина С. Все это бессмысленно, если ваши потенциальные клиенты не понимают, в чем их выгода. Это приводит к вопросу, что же надо рекламировать перед вашей целевой аудиторией. Помните, во втором уроке мы обсуждали проблемы вашей целевой аудитории. Так вот, именно этот список проблем и поможет вам написать убийственные объявления, которые будут хватать читателя за глаза и тащить его на ваш сайт, как магнит. Как стартовать в бизнесе? Как не обжечься? Как давать рекламу? Какие есть подводные камни? Вспомните себя, вы подписались на этот 7-дневный курс, потому что искали информацию о том, как добиться успеха в бизнесе. И в этом ключ к успешной рекламе. Сфокусируйте вашу рекламу на преимуществах и проблемах, и вы получите безраздельное внимание целевого рынка. Есть простой способ проверить свою рекламу на эффективность. После создания рекламы посмотрите на нее и спросите себя, и что? Это вопрос, который подсознательно задает себе потенциальный клиент каждый раз, когда видит ваше сообщение. Сравните. Вариант А. В нашей компании лучшая система вознаграждений. И что? Если вы не знаете, как построить бизнес, план вознаграждений не поможет. Вариант Б. Бесплатные видео покажут вам, как создать международный бизнес с шестизначным доходом. Видите разницу? Третий принцип. Тестируйте все. Вы можете думать, что у вас суперобъявление, но в конечном итоге единственное, что имеет значение, это конверсия. Всегда хорошо иметь, по крайней мере, два объявления, работающих одновременно. Так вы можете сравнить их и выбрать лучшее. Попробуйте сравнить позитивный заголовок, основанный на преимуществах, и негативный заголовок, основанный на проблемах. Сравните бесплатное предложение и указание цены в самом объявлении. Как сказал известный гуру интернет-рынка Джон Рис, тестирование и отслеживание статистики – это самые важные навыки, которым необходимо научиться в мире интернет-маркетинга. Пришло время практиковаться. Зарегистрируйтесь на Google AdWords. AdWords.google.com Создайте рекламную кампанию. Установите сумму, которую вы можете позволить себе тратить ежедневно. Запустите первую рекламу и посмотрите на результаты. И помните, контекстная реклама – это маркетинг на стероидах, и он может опустошить ваш бюджет, если использовать его неправильно. Но, к счастью, есть способ минимизировать риск, связанный с контекстной рекламой. Завтра мы покажем вам наиболее эффективный способ превратить затраты на маркетинг в доходы. И этот способ даст вам очень серьезное преимущество перед конкурентами. Не пропустите следующий урок. Увидимся завтра.